С вами вечерний Политпросвет. Сегодня мы поговорим о прямой линии с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Об этом уже все, кому только можно, высказались. Я поэтому, конечно, основные тезисы так или иначе вынужден буду повторить, но остановлюсь в основном не на них. Мне они представляются важными, но не самыми главными. О чем же, собственно, говорили коллеги? Коллеги были страшно недовольны тем, что 17-е, регулярно проводящаяся прямая линия с президентом страны, была самой непрямой из всех. Потому что если раньше вопросы вроде бы собирались рандомно, вроде бы кто угодно мог обратиться, и прямо в студии сидели журналисты, в том числе независимые журналисты, их было реально много. Соответственно, проконтролировать вопрос каждого было вроде бы невозможно. То теперь вообще все срежиссировано, все вопросы только в записи, все последующие попытки связаться с вроде как выступающим в режиме онлайн человеком, задающим вопрос человеком, ни к чему не приводят. В студии какие-то фигуристы, актеры, певцы, футболисты, только ни одного журналиста. Это чисто какая-то вот такая вот пафосная массовка, пафосные статисты. Ну то есть, казалось бы, какая же это прямая линия, если все срежиссировано? Ну я правда не понимаю, чем так коллеги расстроились, но не прямая и что? Во-первых, если бы она была по-настоящему честная, прямая, вот с нережиссированными вопросами, которые кто угодно мог задать, что-нибудь бы вообще изменилось? Вы вообще сами подумайте, хоть что-нибудь. Это первое. Второе. Можно подумать, предыдущие прямые линии совсем никак не режиссировались. Режиссер трансляции там руку вообще никак не прикладывал. У Владимира Владимировича вот такая вот штучка в ухе, которую он постоянно так вот пальцем трогает, поправляя вроде бы там то ли волосок, то ли что-то еще. Это ему в ухо никто ничего не говорит? Нет. Там круг вопросов, которые вообще должен поступить в студию. За месяц до. Не согласован ли? Собственно, чего так переживаете-то из-за ерунды? Неужели непонятно, самое главное, что все это одна большая показуха? И я даже, честно говоря, не знаю. Вы наличием самого факта показухи, можно подумать, довольны? Или вам нужно, чтобы показуха была, но вот такая, как вам нравится? Да, может быть так? Мне, честно говоря, вообще непонятно, зачем это? Если у вас Санцеликий занят делом и управляет страной, ему некогда, физически некогда заниматься тем, чтобы четыре с половиной часа общаться с подставным населением. Да даже и не с подставным, просто населением. И так делать два раза в год, по-моему, это невозможная роскошь. Вот вы посмотрите, пожалуйста, например, на личности Иосифа Виссарионовича Сталина, который реально управлял страной. Вот Иосиф Виссарионович Сталин не имел возможности заниматься встречами в прямом эфире. Хотя, возможность-то была, пожалуйста, его можно было около радиоприемника посадить, точнее, около микрофона, а народ спрашивает на улицах, такой радиомост по всей стране можно было организовать, только зачем? Иосиф Виссарионович почему-то не имел возможности каждое утро ходить в тренажерный зал, а потом 40 минут плавать в бассейне. Иосиф Виссарионович раз в месяц, а может быть и реже, за счастье считал, когда у него выпадал шанс на даче попостригать цветы, газоны и так далее, чтобы хоть как-то вообще размяться. А тут, значит, прямая линия. И не всем нравится. И теперь даже более того, многим не нравится. И проклятущая кровавая власть Путина это дело предусмотрела, предвидела и заранее отключила. Вы представляете, возможность комментирования! Это же вообще кошмар! Вы представляете, вы не могли оставить свои комментики, чтобы наконец-то власть вострепетала, узнав особо ценное мнение какого-нибудь Василия Васильева или Анжелы Ивановой, к примеру. Вот без вашего мнения никак невозможно. А с вашим мнением понятно, что всё бы заиграло совсем другими красками. И возможно, даже социализм бы наступил ровно через два дня. Ну, конечно, готов признать, что сам круг вопросов, явно совершенно согласованный с Верховным, это очень важный и показательный симптом. То есть, просто понятно, какие явления в прямом эфире президент готов обсуждать. Что он вообще считает нужным выносить на общественное обсуждение. Но, кстати, в самом начале этой самой трансляции ведущая рассказала просто офигенную вещь. А именно, вот как удобно при помощи современного гаджета, кстати, бездуховного и американского, совсем не духоскрепного, при помощи этого гаджета очень удобно сноситься с студии. Потому что можно не просто рассказать о вопросе, можно же его при помощи встроенной видеокамеры показать, а именно, она перечисляет, текущую крышу, раздолбанную дорогу, неубранную помойку. Вот вы точно уверены, что президент 150-миллионной страны, одной пятой части суши, должен лично заниматься неубранными помойками? Или там текущими крышами? А кроме того, во-вторых, вы точно уверены, что президент вот такой страны не имеет других проблем внутри этой страны, с которыми по-настоящему он должен разбираться, как человек, способный проталкивать стратегические решения? И вот у нас начинается само заседание. И солнце лики. Буквально в самом начале довольно долго рассуждают о неких национальных проектах. Эти национальные проекты, по его мысли, должны переставить, наконец, экономику на новые позитивные рельсы, повысить производительность труда и на этой базе серьезно улучшить благосостояние народа. Товарищи, а что вы делали 20 предыдущих лет? Ну, хорошо, не 20, 18. Что вы делали 18 лет до этого? Если теперь опять, опять нужно экономику ставить на какие-то новые рельсы? Я уже слышал про экономику на новых рельсах. Я слышал это в начале президентства Ельцина, который говорил, что экономику нужно переставить социалистических рельс на эффективные капиталистические. Переставил. Между прочим, и до сих пор мы как-то на этих рельсах находимся. Эти вот новые рельсы, это какие? Еще более капиталистические? Или у нас нынешние рельсы были социалистическими, с общественной собственностью на средства производства? Нет, да что вы говорите. Кстати, по поводу нацпроектов, это что же уже давняя мантра? Я первый раз про них слышал в 2003 году. Точно. Если вы с тех пор не смогли при помощи финансируемых на наши деньги национальных проектов переставить экономику на такие рельсы, которые приведут к повышению благосостояния народа, так может уже и начинать не стоит, вот честное слово, такой вопрос. Зато нам как достижение предоставили буквально вот что. Наконец, наконец, минимальная оплата труда сравнялась с прожиточным минимумом. Ура! Нужно сейчас стоя в этом месте поаплодировать, и конта-то какая-то должна грянуть, я считаю. Что у нас такое прожиточный минимум? 11 280 рублей. И вроде бы теперь у нас и минимальная оплата труда, ровно такая же, 11 280 рублей. И это вроде бы неплохо, потому что государство, наконец, наконец гарантирует, что как бы ты ни работал, ты будешь гарантированно получать столько, сколько тебе хватит для поддержания жизни. Тут нужно только понять одно. Кто сможет провернуть фокус с выживанием на 11 280 рублей в современной России? Причем, президент немножко слукавил, может забыл просто, он же в конце концов не должен помнить такие подробности наизусть. Не 11 280, а 9 813 рублей 60 копеек после выплаты налогов. Про 11 тысяч-то нам пока еще и мечтать не стоит. Кстати, тут же мы посмотрим на официальные данные, сколько стоит минимальная потребительская корзина в стране для взрослых, трудоспособных людей. В среднем по стране это 10 842 рубля. Вот вы давайте сравните. 9 813 и 10 842. В Москве, конечно, побольше, там вроде бы эта корзина стоит 18 200 рублей, а в Кабардино-Балкарии, например, 10 749 рубликов. То есть, я не знаю, кто это рассчитывает. Кто придумывает эту минимальную стоимость потребительской корзины? Она как-то мне очень напоминает потребительскую корзину оздоровительного лагеря Аушвиц. Вот там, да, она там была очень похожая, судя по всему, по сумме. Но вот даже до нее вот эта странно рассчитанная минимальная оплата труда не дотягивает. Кстати говоря, тут же в студии оказались, вот вы говорите, все срежиссировано, в студии оказались вопросы, где люди говорили, что они получают меньше праздничного минимума. И уж точно меньше, черт возьми, чем то, что президент обещал, издавая в народ свои знаменитые майские указы. Вот, кстати говоря, о среднем жаловании. Тут тоже Путин очень ярко высказался. Темнейший указал, что доктора не должны получать теперь сильно меньше 77 тысяч рублей в месяц в среднем по стране. Ну, конечно, естественно, это среднее значение, где-то заметно больше, где-то сильно меньше, но в среднем, как некое рамочное ограничение, вот 77 тысяч рублей приблизительно. А младший имеет состав около 35 тысяч рублей. Вот вроде, смотрите, какие показания хорошие. Зарплата растет, вроде бы, и выросла уже на 5% по стране. Вот такие вот средние значения. Ну, вы, конечно, извините, как гордиться такими показателями, вы серьезно готовы ими гордиться? Что такое 35 тысяч рублей? Кстати, еще непонятно, какой младший медперсонал получает в самом деле 35 тысяч. Но даже, допустим, 35 это что? Даже 77 тысяч рублей. Деньги, которые только кажутся хорошими, на самом деле они очень маленькие. вот как и 11 тысяч 280 рублей, так и 35, так и 77 тысяч. Это, во-первых, миф, а во-вторых, издевательство. Прожить на такую зарплату, если мы говорим, например, о 35 тысячах, да, прожить физически на такую зарплату в одиночку можно. Но это речь только о поддержании посредственного функционирования бренной физической оболочки. То есть, за счет потребления дешевых продуктов с использованием пальмового масла и прочей дряни, от которой ты потом заболеешь и раньше времени сыграешь в ящик, ну, какой-то минимальной одежды, оплаты квартиры. О развитии личности вообще можно забыть при такой зарплате. Просто забыть. Потому что вот 35 тысяч вам нужны для собственного развития постоянно покупать книги, возможно, тематические журналы, вам нужны походы в театр, вам нужны походы в кинотеатр, вам нужны познавательные туристические поездки, образование и самообразование, какие-то курсы повышения квалификации, лекции. Ну, из 35 тысяч вы этого выиграете, не сможете. Вот никак не сможете. Я уж молчу про 11 280 рублей. И не дай бог у вас в этот момент родится ребенок. Вы представляете себе, что у нас в стране, которая очередной раз встает на новые экономические рельсы, дошло до того, что ребенок для массы взрослых, работящих, образованных людей превращается и счастье, и благословение в серьезную материальную угрозу, потому что если два человека, получая по 35 тысяч рублей, могут создать некую видимость благополучия, то как только у них появится ребенок, эта видимость пропадет. И вот на этом фоне сугубым издевательством выглядит рассуждение о том, что жалование ударников капиталистического производства ни в коем случае нельзя понижать. Ну, потому что иначе все эти топ-менеджеры разбегутся по частным лавкам, а скорее всего по частным лавкам за границей. Там их только и видели. А что мы тут будем без них делать в итоге? Все же развалится. Кроме того, у нас же в топ-менеджменте ведущих корпораций масса иностранцев задействована, а им, знаете ли, так просто мало не заплатишь. Нужно таким образом им платить много и всех остальных подтягивать по их уровню. Так что нет, снижать жалования никак нельзя, никак нельзя. И вот мы посмотрим, Алексей Миллер в «Газпроме» в кавычках зарабатывает 58 миллионов рублей в месяц. Герман Греф в Сбербанке 43 миллиона 250 тысяч рублей в месяц. Игорь Сечин на нелегкой Роснефтяной Ниве 32 миллиона рублей. Это все минимальные значения. Я не готов их подтвердить до копейки, но тем не менее порядок цифр вот такой десятки миллионов рублей в месяц. Если мы говорим о том, что они реально зарабатывают, то есть нарабатывают своим трудом, они же там все-таки как-никак работают, вот если они нарабатывают своим трудом на 500 тысяч рублей, это очень неплохо. И вот представьте себе, у нас эти топ-менеджеры получают оклад жалования в 500 тысяч рублей. Кстати, охрененно неплохой, у нас 99% населения про такое даже мечтать не смеют. И вот 500 тысяч рублей каждому это экономия только с трех указанных человек ежемесячно 131 миллион 750 тысяч рублей ежемесячно. Это прошу прощения завтра позволит выплачивать 100 тысяч прибавку к окладу жалования для 1317 человек. Например, медицинских работников, которые будут получать не 77 мифических тысяч и 35 мифических тысяч, а 177 и 135 тысяч. Вот эта зарплата, которая похожа на правду, которая, во-первых, позволит размножаться и решить демографическую проблему в стране, которая позволит развиваться людям, не бояться завтрашнего дня. Это прошу прощения только три человека. Но нет, им ни в коем случае нельзя убавлять зарплату, или они вообще разбегутся. Три гражданина фактом своего существования сжирают зарплаты, реальные зарплаты, более чем тысячи человек на местах. А ведь этих граждан не трое. Их гораздо больше. Кстати, вот наш повелитель, почему-то каждый год прибавляет себе зарплату. Ну, или не он сам ее себе прибавляет, а ему прибавляют, но он не сопротивляется. Вот за прошлый 2018 год Санцеликий задекларировал оклада своего 8 миллионов 650 тысяч рублей. Это получается примерно по 730 тысяч рублей в месяц. Мы, конечно, понимаем, что это далеко не все деньги, которые он получает, но допустим, только они. У нас что? Страна с каждым годом все лучше живет. Почему Трамп оставил себе зарплату в 1 доллар, а наш Верховный имеет возможность поднимать себе зарплату буквально каждый месяц? Мы же понимаем, что у нас президент один из самых высокооплачиваемых президентов в мире. Так-то, если что. Вот Тереза Мэй, конечно, в Англии больше получает. Ну, ладно, не будем завидовать. Но нам же президент сказал, что мы работаем не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. И это, я считаю, прекрасно. Особенно, если учесть, что вот только нам президент рассказывал о том, что в стране денег мало и нужно принимать некие меры, например, повысить НДС. Повысили. Это, между прочим, и Думы правительства были правы, по его мнению, повысив НДС. Так, давайте посчитаем, а почему же этот НДС приходится повышать? Почему денег нет, по уверениям Санцеликова? Не в том числе ли благодаря наличию вот таких граждан с 10-ти миллионными зарплатами, которых я описал выше? Это, где, интересно, на горизонтах международного Эйчара наблюдается многокилометровая очередь, чтобы у нас выцеганить таких высококлассных специалистов, как Лёха Миллер и Игорь Иванович Сечин. Что-то я не наблюдаю. Кроме того, у нас некие финансисты, у нас Набиулина и компания, они каждый год обеспечивают вывоз миллиардов долларов, десятков миллиардов долларов за границу, а потом выясняется, что нужно брать с населения дополнительный НДС, потому что денег нет. Как это их нет? Вы разрешаете эти деньги увозить непонятно куда? То есть, бог-император нас прямо в прямом эфире заверил, что понимаете, никто не будет затягивать пояса на талиях владельцев газет фабрика пароходов, но вообще-то затягивать пояса придется. Давайте догадаемся кому. Лично, в общем, наверное, не об этом. Самое прекрасное, что было во время всей прямой линии, это то, что на связи постоянно находились губернаторы и министры. Вот прямо телевизоры вокруг стоят, там такие испуганные мочки всех наших генерал-губернаторов, всех наших министриков, которые прямо сидят и боятся, когда им сейчас будут втык делать за что-нибудь нехорошее. И что бы вы думали, у кого-то беда с застройкой площадки под школу, президент приказывает разобраться, прямо губернатора выводит на всю страну и говорит, ну-ка реши что-нибудь. Решили. У кого-то проблема с трубопроводом, потому что у нас 21 век на дворе, а в богатейшей Тюмени кому-то до сих пор не могут трубопровод, понимаешь, под водопровод подтащить. Президент немедленно зовет, кого надо, и будьте уверены, все разрешится. Втык, намек, распоряжение, решение проблемы. Но это выглядит настолько чудовищно. Я пока смотрел 4 часа, у меня аж мурашки бегали по спине размером с кота, потому что президенту поступило несколько десятков тысяч вопросов, среди которых были вполне конкретные вопросы по решению материальных проблем. но разобрать-то он смог давайте так 50. То есть это даже не 1%. Это значит, что все остальные люди даже призрачного шанса на решение проблемы в режиме ручного управления не имеют. То есть у нас два раза в год происходит некое волшебное разрешение проблем кого-то при помощи лично президента. А без него никак. но учитывая КПД его, блин, это получается прямая линия с Дедом Морозом, а не с президентом или волшебником в голубом вертолете. То есть президент, как я сказал выше, не должен заниматься решением подобных вопросов вообще. Трубопровод не колышет президента, трубопровод должен решаться сам, на месте, силами местного муниципального самоуправления, никак иначе. Если президент вынужден заниматься решением проблем отдельно взятых людей, он лично, а не выстроенная и возглавляемая им система, это значит, что у нас не президентская республика. Это значит, что у нас микроменеджерская республика. А микроменеджмент это очень плохо, это очень плохо даже в масштабах небольшой фирмы. Руководитель фирмы не должен заниматься всеми проблемами фирмы лично, он должен передоверять свои полномочия. А в масштабах страны это что-то около катастрофы вообще-то. Этого не должно быть, это нельзя показывать вообще никому, потому что это стыдобище. Однако показывают. И при этом никаких по-настоящему горячих вопросов, о которых люди реально хотели бы послушать, нам не рассказали. у нас ни национальный конфликт в Чемодановке, это жуткая петрушка с цыганами, потому что буржуазный РФ вообще-то, между прочим, не только такой конфликт в Чемодановке сотворило. У нас буржуазия равно национализм, а поэтому подобных конфликтов много, и они растут как гробы после вождя. Однако об этом ни слова, ни кошмарная ситуация с мусорным полигоном в Шиесе, ни наше прекрасное религиозное рейдерство, которое недавно ярко имело место в Екатеринбурге, ни то, что любимый друг Рамзан, сами догадайтесь, какая его фамилия, устроил на границе с Ингушетией, я имею в виду отжим части земли, исконно ингушской, ни то, что станочный парк в стране находится уже не просто в изношенном, а в угрожающем состоянии, и брать новые станки неоткуда, потому что собственное производство средств производства, производство категории А в стране угроблено процентов на 80, а из-за границы там ничего не поставляют, потому что санкции. Об этом ни слова. Эти бешеные поборы, которые нам наштабовал взбесившийся принтер Государственная Дума, ни то, что в годы правления его светлости герцога Таврического ликвидированы тысячи системообразующих предприятий, и замена им не предвидится, ни о чем об этом и слова не было сказано. Зато нам сам сообщил, что в СССР не было кое-чего. Он все время сообщает, что в СССР что-то не было. Вот теперь оказывается ужасная ситуация с мусорными полигонами, потому что в СССР оказывается не было предприятий по переработке мусора. Но извините, в СССР не было 90% того мусора, который есть теперь, потому что не было упаковок под мобильный телефон гоноламинированных. Не было полиэтиленовых пакетов, не разлагающихся в земле в таком количестве. У нас весь товар упаковывался, знаете, вот самое лучшее, это крафтовую бумагу промасленную. Это была самая надежная советская упаковка. Это кулек крафта, куда засыпались конфеты, все что угодно. В магазин мы ходили с веревчатыми авоськами, которые, конечно, выглядели жутко, совково, мерзко. Но в Советском Союзе не нужно было строить такого количества мусороперерабатывающих заводов, какие нужно теперь. Это не советская проблема, это наша современная буржуазная проблема. Ну и, конечно, Санцеликий сообщил, что еще и ко всему прочему собственного морского двигателя строения в СССР не было. И соврал, оно было. Собственные, ну, пример, я не говорю про мощные турбины, дизеля выпускались, например, в Брянском дизельном заводе, например, они выпускались у нас в ПАО «Звезда», это современная ПАО «Звезда», так просто завод «Звезда» в Питере, тогда Ленинграде. Вранье, ну, вранье же обычное, проверить элементарно. Вот. А еще, оказывается, это, наверное, одно из последних, о чем бы я хотел сказать. Оказывается, что наш повелитель до сих пор вынужден разбираться с результатом правления банды патриотов, в кавычках, в 90-е годы, которые все, что можно слить, слили, разворовали, прогадили, установили антинародный режим, ну, теперь-то их, конечно, повыпилили, но последствия-то какие, в принципе, да, я помню 90-е, хорошо, было не сладко, и банда патриотов была, но давайте-ка посмотрим на типичного представителя. В 91-м году советник, председатель Ленинградского городского совета Анатолия Собчака, 91-й, 92-й, председатель комитета по внешним связям мэрии Ленинграда-Петербурга, 92-й, 94-й, зам мэра Петербурга и председатель по внешним связям мэрии Петербурга, 94-й, 96-й, первый зам председателя правительства Санкт-Петербурга и глава комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Наконец, 96-й год, переезжает некто в Москву и становится замом управляющего делами президента РФ. С мая 98-го года первый зам руководителя администрации президента РФ. И в 98-м году директор Федеральной службы безопасности РФ. А с марта 99-го года секретарь Совета безопасности РФ. И с августа 99-го председатель правительства Российской Федерации. Все это он, наш несменяемый, наш незаменимый, это ярчайший представитель компании, которую он обозначил как банда патриотов. Это же член правительства Кириенко, которая уронила страну в чудовищный кризис 98-го, от которого мы потом долго оправлялись. Однако об этом говорить не стоит. Стоит говорить о том, что в Советском Союзе мусороперерабатывающих заводов не было. Ну, а вам, дорогие друзья, рекомендую закупить вилку, чтобы снимать лапшу с ушей. Это во-первых. Во-вторых, надеюсь, всем понятно, хотя бы теперь, что вот все эти прямые линии, это не более чем клоунады, всерьез их рассматривать не стоит, обсуждать их не стоит, они этого не заслуживают, честное слово. Ну, раз уж такое общественное внимание, я обсуждать-то собираюсь в первую очередь, конечно, не саму прямую линию, а реакцию вашу, товарищу. Вы же видите, что это же клоунада, обычная клоунада, как и все предыдущее, которое имело место раньше. Не нужно на это внимание обращать. Внимание обращать нужно на конкретные дела, а не на то, что кто-то там говорит. По плодам их, как говорится, узнаете их. Вот что важно. На плоды смотрите, плоды говорят сами за себя. Эти прямые линии сделаны только для того, чтобы стравить пар, переключить внимание, показать заботу. Неужели это сразу непонятно? Ну, а на сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.